Когда-то беспроводные роутеры были редкостью, пользовались такими устройствами исключительно гики и энтузиасты. Сейчас Wi-Fi-м никого не удивишь, ведь большинство современных мобильных устройств требует постоянного подключения к сети, а сами роутеры стали лучше и дешевле. Модель TP-Link TL-VR841N — одна из самых распространенных моделей домашнего маршрутизатора, по вполне понятной причине — простой и недорогой. Дизайн у этого роутера простой, но вы вряд ли будете использовать его для украшения интерьера. Обычно такие устройства ставят подальше и забывают на долгие месяцы, поэтому белый пластик в данном случае не проблема. К тому же в корпусе роутера есть отверстия для крепления на стену. Спереди панель индикаторов, которые показывают активность проводных подключений, доступ к сети интернет, готовность радиомодуля Wi-Fi и индикатор питания. На заднюю панель вынесены кнопка включения и разъем для блока питания, 5 портов проводного подключения, 1.1.4 LAN, переключатель активности радиомодулей и комбинированная кнопка перезагрузки и VPS. В старых версиях этого роутера переключателя не было. С обратной стороны привычная наклейка, где указаны параметры, необходимые для начальной настройки. Тут адрес веб-админки, логин, пароль и MAC-адрес. Маршрутизатор построен на базе процессора Atheros IP81, который работает на частоте 400 МГц. Он обеспечивает передачу данных стандарта 802.11 BGN и проводное подключение типа Ethernet со скоростью до 100 Мбит за секунду. Под память и прошивку выделено 32 Мбайт RAM-памяти. Две антенны с коэффициентом усиления 5 дБ каждая поддерживают два пространственных потока MA и MO и работают в диапазоне 2,4 ГГц. Антенны, к удивлению, несъемные, сказывается бюджетность модели. Если для вас это критично, обратите внимание на такую же модификацию с индексом ND, в которой антенны заменяемы. Теоретически, такая конфигурация позволяет добиться скорости передачи данных до 300 Мбит за секунду. Но реальные числа несколько другие. Максимальная скорость передачи данных по беспроводной сети составила 70 Мбит за секунду и 100 Мбит для проводного Ethernet подключения. Результат вполне типичен для роутеров подобного класса. Все настройки производятся через фирменный веб-интерфейс. Он очень прост, удобен и функционален. Настройка подключения и создания беспроводной сети занимает около 20 секунд, а все термины каждого раздела детально расписаны в правой части, что позволяет даже неускушенному пользователю разобраться с настройкой сети. Роутер поддерживает 4 основных типа подключения к интернет-провайдеру, позволяет клонировать MAC-адреса и контролировать доступ к вашей сети другими устройствами. Поддерживает основные способы шифрования данных, наделен встроенным фаерволом и функцией родительского контроля. Может создавать статические маршруты, позволяет управлять пропускной способностью, настраивать переадресацию пакетов, настроить IPTV и еще много-много чего. VR841N очень распространенная модель. Он умеет все то, что обязан уметь современный беспроводной роутер. Ну а большего от него никто и не требует. Он прост, надежен, но, что самое главное, не дорог. Идеальный вариант для тех, кого не особо тянет вникать во все сложности, он просто хочет получить надежный роутер для организации домашней беспроводной сети. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА